Энергем очень серьезно готовился к этой экспедиции, он изучил приемы фотографирования, он накупил большое количество карандашей, бумаги, он много купил также всяких сувениров, подарков для местного населения, которые он должен был раздавать направо и налево. Подарки были весьма своеобразные, это леденцы, солнцезащитные очки, часы, зеркала, расчески и даже цветные открытки изображения женщин, то есть порнографические открытки. Вот так комплексно готовился к этой экспедиции. Итак, Энергем выехал из Петербурга и прибыл в начале июля 1906 года в Ташкент, где встретился в штабе Туркестанского военного округа с полковником Корниловым. Тот передал ему дорожные карты тех мест и рассказал об условиях жизни в приграничной полосе Китая. После этого Энергем отправляется в Самарканд и там получает от местного казачьего полка несколько казаков, которые приписываются в эту экспедицию и вот этот отряд двигается к границе. Кстати сказать, между прочим, именно тогда он начинает изучать китайский язык. Дело в том, что оказалось, что в его отряде никто хорошо не знал китайский язык и поэтому он сам лично стал изучать этот сложный язык. После этого он прибывает, отряд подходит к границе и он пересекает российско-китайскую границу. Конечно, для любого человека было интересно посмотреть, кто такие китайцы, как они выглядят и первые впечатления были наиболее яркие. Так вот, ему было удивительно, когда он увидел первых китайских пограничников, как начальника погранотряда, так и его подчиненных, что все они страдали любовью к наркотикам. То есть они явно находились в наркотическом объединении. Для Маннергема это было очень удивительно. Он затем наблюдал, что такие явления были и в китайской армии тоже. Это все вызывало у него даже иронию. Из воспоминаний Маннергема. Военный начальник имел гораздо большее пристрастие к курению опиума, чем к обороне страны. На солдатах также были видны следы употребления опиума. И они представляли собой жалкое сборище профессиональных игроков, ростовщиков и сутенеров. Что касается китайской армии, то армия тоже поразила его. Дело в том, что он посетил несколько военных гарнизонов. И обычно начальник этого гарнизона выглядел человеком весьма пожилым. Ему было где-то 60-70 лет. Он плохо видел, плохо слышал. Но, тем не менее, считал себя представителем высшей элитарной касты китайского общества. А китайскую армию считал самой лучшей армией в мире. Но, тем не менее, Маннергем другого был мнения относительно китайской армии. Он присутствовал на маневрах китайских военнослужащих и видел, какие они делают упражнения. Для него это было очень удивительно. Например, приказы отдавались не голосом, а помощью барабанного боя или флажков. А стиль упражнения, которые показывали китайские солдаты, они напоминали скорее театрализованные представления, нежели чем военные упражнения. Это напоминало скорее балет, чем военные тренировки. Ну, а что касается стрельбы, которой Маннергем обращал особое внимание, то стрельба китайских солдат жила много лучше. Ружья были допотопные, заряжали их со ствола, и китайские солдаты стреляли очень слабо. Китайское руководство предложило Маннергему новую фамилию. И в официальных бумагах он уже значился на китайских иероглифах как Матахан, что означало «лошадь, скачущая через облака». И эта фамилия была весьма уважаема для китайцев, поскольку свидетельствовало, что ее обладатель был, по крайней мере, драгунский генерал. Итак, Маннергем получил документы, и его отряд двинулся вглубь Китая. Ему предстояло пройти очень сложный путь через стремительные реки, ущелья, горные перевалы. Гибли лошади. Многие казаки заболели лихорадкой. Но, тем не менее, отряд шел на восток, упрямо шел к великой китайской стене. Шел к столице Китая, городу Пекин. Почему он путешествовал только по Среднему Китаю? Почему он не ушел на юг, который был бы, с точки зрения ученого, намного интереснее, но он не мог? Это Южный Китай, сфера интересов Японии. Нужно было пройти так очень осторожно, чтобы не вызвать очередного противоречия между Россией и Андреей. Он встречался даже с Далай-Ламой из-за того, что он был изгнан из Тибета англичанами и проживал на территории современного Китая. То есть это были очень сложные путешествия, которые требовало не только как его ученого, но и вот такого дипломата. И не только просто дипломата, а человека с военным образованием, который должен был очень хорошо оценить вот эту вот ситуацию в этой стране. Только что ведь Россия потерпела поражение в войне с Японией. Япония влияла на это. И он должен был понять, а что же ожидает Россию здесь, если начнется какое-то серьезное военное противостояние России, скажем, с Англией, России с Китаем. Но не только военный интерес представляли сведения, которые добывались Маннергеймом в результате его экспедиции. Он также сумел собрать много интересных сведений географического, исторического и этнографического характера, которые позволяют составить представления о жизни отдельных народностей восточного Туркестана и северо-западного Китая. Маннергейм встречался с местными жителями. Это было одно из заданий военной экспедиции, которую он, собственно, и руководил. Беседовал с местными жителями. Они шли с ним на контакт, и он в своих воспоминаниях указывает о том, что, так сказать, местные жители много рассказывали о себе, а он рассказывал о России. Рассказывал о России и одновременно слышал, как много говорили о нищете местные жители, о болезнях, о отсутствии кормов. И, в общем-то, это бросалось Маннергейму в глаза с каждым шагом продвижения по Китаю. Он в своих дневниках отмечает, что, когда, например, он спускался с горы, у отряд спускался в горы, к поселку, то местные жители выходили из своих жилищ и бежали, буквально бежали навстречу к отряду Маннергейму и пытались помочь, помочь участникам экспедиции дойти до этого населенного пункта. Возникает вопрос, почему это происходило? Да, прежде всего потому, что местные жители хотели получить хоть какое-то вознаграждение за ту услугу, которую они оказывали. Вознаграждение было элементарно, несколько копеек русских денег, этого было достаточно, либо небольшое количество дров, дров не хватало даже у местных жителей. Ну, и Маннергейм еще обратил внимание на очень любопытный факт. Он пытался выяснить расстояние между отделенными населенными пунктами у местных жителей. И обычно они ему говорили неверные, давали неверные данные. Он не мог понять, в чем происходит. Отдел оказалось в том, что на самом деле они к тому расстоянию, которое должен был пройти отряд, они добавляли еще и у те усилия, которые этот отряд должен был преодолеть. То есть, например, если экспедиция двигалась в гору, то это расстояние увеличилось. Если наоборот, они спускались с горы в поселку, то это расстояние уменьшилось. Ну, постепенно Маннергейм разобрался с этими нюансами и составил достаточно подробные, четкие карты тех дорог, которые проходила экспедиция в тот период. Из воспоминаний Маннергейма. Китайцы все больше и больше стали задумываться, кем же был в действительности этот иностранец, который много фотографировал, что-то чертил и что-то все время замерял. Экспедиции пришлось преодолеть пустыню Гоби, пройти через Великую Китайскую стену и встретить уже новый 1908 год в городе Ланчжоу. В тот момент, когда он находился в городе Ланчжоу,